Здравствуйте! Сегодня на лекции аудирования мы с вами попробуем определить тему разговора, а также пройдем слова и словосочетания, обозначающие тему разговора. На лекции чтения мы попробуем перевести небольшие тексты, такие как объявления, послания или записи. Также у нас будет задание, где нужно определить неправильный ответ. ДУГОЕЯ? КТО? Либо, если правильно мы переведем, будет звучать на русском как это кто? ИЗА РАМЫН, этот человек, ХЁНГИГО, старший брат, ИЗА РАМЫН, и этот человек, ТУГСЕНЬ ЕЁ, младший брат, либо ТУГСЕНЬ еще может переводиться как младшая сестра. Даны четыре ответа. Номер один. КАЧОК, семья. Номер два. ИРЫМ, имя. Номер три. ГОХЯН, родина. Номер четыре. СОПО, посылка. Ключевые слова в диалоге, как вы уже догадались, это ХЁНГ, старший брат, и ТУГСЕНЬ, младший брат, либо можно перевести как младшая сестра. Что объединяет эти два слова? Брат, старший или младший? Эти два слова, конечно же, объединяет слово СЕМЬЯ. И это и есть наш правильный ответ. ЧОНГДАП. Номер один. КАЧОК, семья. Теперь давайте посмотрим на категории слов. Такая категория, как СЕМЬЯ. Какие слова могут к ней относиться? Это, конечно же, родители, ПУМОНИМ, родственники, ЧИНЧОК, ТУГСЕНЬ, младший брат, либо младшая сестра, ХЁНГ, старший брат, НУНА, старшая сестра. К категории ИМЯ и РЫМ могут относиться, конечно же, имена, такие как КИМ ЙОНХА, ЧЕЙМС, МАРИЯ и т.д. К категории КУХЯНГ, РОДИНА могут относиться, такие слова, как, допустим, КОРЕЯ, ХАНГУК, ЧЕЧУДО, ОСТРОВ ЧЕЧУ, СОУЛ, СЕУЛ, ЛИБО, ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ РОССИЯ, РОССИЯ, И ГОРОД МОСКВА, ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ГОРОД. К той категории посылки могут относиться слова, такие как УЧЕГУК, ПОЧТА, ПОНЭДА, ОТПРАВЛЯТЬ. СИБЕЛЬБОН. ИТАК, В ДИАЛОГЕ ПРОЗВУЧАЛИ... СИБЕЛЬБОН ТАСИ! ИТАК, ДАВАЙТЕ ПЕРЕВЕДЁМ ДИАЛОГ НА РУССКИ ЯЗЫК. ЧИМАГА, ЮПКА, ЧОНМАЛЬ, ДЕСТВИТЬЛЬНО, ЕПОЙ, КРАСИВАЯ. ЛИБО, ЕСЛИ ПРАЛЬНО ПЕРЕВЕСТИ НА РУССКИ ЯЗЫК, ЭТО БУДИТ ЗВУЧАТЬ КАК, У ВАЗ, ОЧЕНЬ КРАСИВАЯ ЮПКА. КАМСАМНИДА, СПАСИБО, ОЧЕНЬ ВЧЕРА ПЕКЛАДЮМИЗО, САСАЮ, В УНИВЕРМАГЕ КУПИЛА, Я ВЧЕРА ЕЮ КУПИЛА В УНИВЕРМАГЕ. ИТАК, ДАВАЙТЕ ПОСМОТРИМ НА ОТВЕТЫ. НОМЕР ОДИН, ОТ, ОДЕЖДА, НОМЕР ДВА, КАП, ЦЕНА, НОМЕР ТРИ, САНЕЛЬ, ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ, НОМЕР ЧЕТЫРИ, ДАЛЬЧА, ДАТА. НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА БЫЛИ КАКИЕ? ТИМА, ЮБКА, САСАЮ, ТО ЕСТЬ ЭТИ ДВА СОБЕСЕДНИКА ГОВОРЯТ О ЧЕМ? О ОДЕЖДЕ. Это и есть наш правильный ответ. ЧОНГДАП. НОМЕР ОДИН, ОТ, ОДЕЖДА. ИТАК, ТЕПЕРЬ ДАВАЙТЕ ПОСМОТРИМ НА КАТЕГОРИИ. К ТАКОЙ КАТЕГОРИИ, КАК ОДЕЖДА, МОЖЕТ ОТНОСИТЬСЯ ЧТО? ЮБКА, ЧИМА, БРЮКИ, ПАДИ, ПАМПАЛЬТИ, ФУТБОЛКА. К ТАКОЙ КАТЕГОРИИ, КАК ЦЕНА, КАП, МОЖЕТ ОТНОСИТЬСЯ ТАКЖЕ СЛОВО КАГЁК, ТОЖЕ ПЕРЕВОДИТСЯ ЦЕНА. ЛИБО МОЖЕТ БЫТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОЗВУЧАТЬ КАКАЯ-ТО ЦЕНА, ДОПУСТИМ, ТАМ, Я НЕ ЗНАЮ, ТЫСЯЧА ВОН, ИЛИ ТАМ, ДВЕ ТЫСЯЧИ ОН. ТАКЖЕ МОГУТ ПРОЗВУЧАТЬ ТАКИЕ СЛОВА, КАК БИССАДА, ДОРОГОЙ, ЛИБО САДА, ДЕШЁВЫЙ. К КАТЕГОРИИ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МОГУТ ОТНОСИТЬСЯ ТАКИЕ СЛОВА, КАК ТОРТ, КЕЙКЫ, ВЕЧЕРИНКА, ПАТТИ, ЧИНГУТЁДЫ, ПРИГЛАШЕНИЕ ДРУЗЕЙ. КАТЕГОРИИ НАЛЬЧА, ДАТА, МОГУТ ОТНОСИТСЯ ТАКИЕ СЛОВА, КАК КАКОЙ МЕСИЦ, ДОПУСТИМ, МЕСИЦ АПРЕЛЬ, САВОЛЬ, ИЛИ КАКОЙ ДЕНЬ, ДОПУСТИМ, ШЕСТОЙ ДЕНЬ, ЮГИЛЬ, ИЛИ КАКОЙ ГОД, ДОПУСТИМ, СИМНАЦАТЫЙ ГОД, СИПТИЛЬНЯН. 12번 12번 Давайте вместе переведём на русский язык. Итак, 저는 스무세살에요. Мне двадцать три года. 그래요? Да. 저도 스무세살에요. Мне тоже двадцать три года. Итак, о чём же говорят наши собеседники? Номер один. Сиган. Время. Номер два. Най. Возраст. Номер три. Умщик. Еда. И номер четыре. Номер четыре. Кибун. Настроение. Наши ключевые слова это цимусэсаль. Двадцать три года. И чуду. То есть обоим собеседникам по двадцать три года. У них одинаковый что? У них одинаковый возраст. Чонгдап. Наш правильный ответ номер два. Най. Возраст. Давайте посмотрим теперь на лексику. Категории время. Сиган. Какие слова могут относиться? Это может быть, допустим, вы можете сказать определенные, не знаю, там часы, минуты. Допустим, пять часов. Тасот щи. Или тридцать минут. Там сам щипун. Также мы можем сказать утро. Ачим. Либо это может быть обед. Чомщим. Либо это может быть вечер. Чонёк. К такой категории, как возраст, могут относиться такие же слова цаль и эйо. То есть сколько вам лет? Мне двадцать три года. Сыму цэсаль и эйо. Мне двадцать три года. К категории еда могут относиться именно какие-то блюда. Если это корейские блюда, это может быть кимпап, либо кимчи. Даже хлеб. Панк. Может быть блюдом и относиться именно в категорию еда. В категорию настроение могут относиться такие слова, как Кибу не чутда. У меня хорошее настроение. Кибу не напыда. У меня плохое настроение. Сыльпыда. Грустна. Урада. В депрессии. 13번 Давайте переведём на русский язык. Это когда фотографировали, либо если правильно перевести, будет звучать, как когда это было сфотографировано. В прошлом году на острове Чеджу было сфотографировано. Ключевые слова этого диалога будут Что мы обычно фотографируем? Мы фотографируем, конечно же, фотографии. Итак, правильный ответ. Давайте теперь посмотрим на категории. Категория праздник, либо отдых, юэль, могут относиться такие слова, как Щида, отдыхать, долёкада, куда-то ехать, или куда-то, допустим, поехать в путешествие. Такая категория, как календарь, в неё могут относиться слова, как Уоль, какой-нибудь месяц, допустим, Уоль, либо Иль, какая-нибудь дата, допустим, Сибель. В категорию фотография, са-чин, могут относиться такие слова, как Цинг нэнда, фотографировать, са-чин гуан, фотоателье, са-чин эльбом, альбом с фотографиями. В категорию 그림, картин или рисунок, могут относиться такие слова, как 그리다 рисовать, 전시회, выставка. 14번 책상, 의자, 옷장, 방에 필요한 것은 거의 다 있네요? 네, 침대만 사면 될 거예요. Давайте переведём на русский язык. Итак, 책상, 의자, 옷장, стол, стул, шкаф, 방에 필요한 것은 거의 다 있네요? В комнате нужные вещи 거의 다 있네요? Почти все есть. И ответ. 네, да, 침대만 사면 될 거예요. Кровать только осталось купить. То есть, да, осталось купить только кровать. Итак, нам даны ответы. Ключевые слова этого диалога будут Итак, что же объединяет их всё в одну категорию? Конечно же, это будет мебель. И это и есть наш правильный ответ. 정답, номер один, 가구, мебель. Давайте немножко теперь посмотрим на лексику и также на грамматику. Итак, у нас было предложение. ЧИМДЕ МАН, САМЁН ТЕЛЬКОЕЙО. ЧИМДЕ МАН, то есть существительное, МАН переводится как только. МЁН ТЕЛЬКОЕЙО прибавляется к глаголу. И переводится как, если вот это будет, то всё будет хорошо. Всё вместе это переводится как осталось. Затем мы ставим глагол и существительное. ЧИМДЕ МАН, САМЁН ТЕЛЬКОЕЙО. ОСТАЛОСЬ. Глагол что? КУПИТЬ существительное кровать. КАГУ. Категория МЕБЕЛЬ. Будут относиться такие слова, как СИКТАК, КУХАНЫЙ СТОЛ. ЛИБО СОРАПЧАН. ШКАФ С ВЫДВИЖНЫМИ Ящиками. Категория ЧУСО. АДРЕС. Могут относиться такие, как, допустим, ГОРОД. СОУЛЬ СИ. ГОРОД. ГУ. РАЙОН. ДОПУСТИМИН ГУ. И ЛИБО ДОНГ. ДОНГ ТОЖЕ ОЗНАЧАЕТ, как бы, МАЛЕНЬКИ РАЙОН ВНУТРИ РАЙОНА. В категорию СИЗОНА КИЧОЛЬ могут относиться такие слова, как ПО. ВЕСНА. ЙОРЫМ. ЛЕТО. КАОЛ. ОСЕНЬ. И КЁУЛ. ЗИМА. В категорию СОНГМУЛЬ. Подарок могут относиться такие слова, как ЦЕНИЛЬ. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. ПАТИ. ВЕЧЕРИНКА. ОБОИНАЛЬ. ДЕНЬ РОДИТЕЛЕЙ. ОРИНИНАЛЬ. Итак, первое задание на чтение – это нужно ответить на вопросы. Вопросы у нас будут сегодня к записной книжке. Давайте вместе переведём её на русский язык. Наверху написано СИВОЛЬ, что означает «Октябрь». Затем идёт СИПКУ дробь ИЛЬ. Получается девятнадцатое число – воскресенье. Затем написано двадцать дробь ВОЛЬ и СУЁН. Получается двадцатое число – понедельник – плавание. ИСИБЕРИЛЬ дробь ХВА БИНСУ СИВА ЧОМ СИМЯКСОК. Получается двадцать первого во вторник – обед с МИНСУ. ИСИП И дробь СУ – шоппинг. Двадцать второго числа в среду – шоппинг. ИСИП САМ – дробь МОК СУЁН. Двадцать третьего числа в четверг – плавание. ИСИП СА – дробь КЫМ – тунг сэнг сэнель. Двадцать четвертого в пятницу – день рождения. Это может быть либо младший брат, либо младшая сестра. И ИСИП О – дробь ТО – МИНСУА ТЫН. Двадцать пятого числа в субботу – поход в горы с МИНСУ. Теперь давайте вместе попробуем определить правильный ответ. Чтобы его определить, нам нужно сначала перевести все четыре ответа на русский язык. Итак, номер один. Номер два. Номер три. Номер три. СИОЛ и СИБИРе. Двадцать второго. ШОПИНГ ЭЛЬ АМ НИДА. Это шопинг. То есть в октябре двадцать второго – шопинг. Итак, давайте теперь вспомним нашу записную книжку. Что же в ней было? Давайте вместе посмотрим. Как раз это и было написано в записной книжке, как двадцать первое – дробь вторник – обед с МИНСУ. Мы с вами нашли правильный ответ. ЧОНГ ДАП. Это номер один. Но все равно давайте посмотрим на остальные ответы. Номер два. На выходные с МИНГ в поход. Давайте посмотрим, когда на самом деле поход. Итак, чтобы нам найти неверный ответ, то есть которого нет в записной книжке, нам нужно сравнить записную книжку с ответами. Давайте это сделаем вместе. Номер один. В пятницу встреча с МИНСУ. В записной книжке встреча была назначена на вторник, двадцать первого числа. Это и есть наш неправильный ответ. ЧОНГ ДАП. Это номер один. КМЮЕРЕ МИНСУ СИРЕ МАНАМНИДА. Но давайте посмотрим, соответствуют ли остальные три ответа нашей записной книжки. Итак, номер два. На выходные с МИНГ поход в горы. В записной книжке было записано, как двадцать пятая суббота – поход в горы с МИНГ. Суббота – это и есть выходные, то есть это правильное предложение. Номер три. Два раза в неделю плавание. Плавание у нас было в понедельник двадцатого и двадцать третьего в четверг, то есть два раза. И номер четыре. Октябрь двадцать второго – шоппинг. Это как раз в записной книжке было записано, как двадцать вторая среда – шоппинг. Майкл, извините. Я в библиотеке нахожусь. И поэтому не смогла ответить на телефон. Я вам перезвоню через десять минут. Минцу. Итак, у нас с вами сообщение на телефоне. Давайте, прежде чем сначала найти ответ, посмотрим немножко на грамматику. Вы видели, что было написано ТОСОГУАНЫ ИСОСОО. Но по-русски мы перевели очень-очень длинным предложением. Было как ТАКАК нахожусь в библиотеке. Вот это как раз СОО переводится как причина. ТАКАК, потому что. Получается ТОСОГУАНЫ ИСОСОО – причина, какая я была в библиотеке. Поэтому ТОНАМУ ПАДАСАЮО – не смогла ответить на телефон. Также можно перевести как «Я в библиотеке нахожусь и поэтому не смогла ответить на телефон». Теперь давайте посмотрим на ответы. Сначала мы их переведем на русский язык. Номер один. БИНСУ СИНЕН МИНСУ ТОСОГУАНЫ ИСИМНИДА – находится в библиотеке. Номер два. МАЙКЛ СИНЕН МАЙКЛ ТОСОГУАНЫ ОЛКОМНИДА – придет в библиотеку. Номер три. БИНСУ СИНЕН МИНСУ СИПУНХУЕ ЧОНАХАЛКОМНИДА – перезвонит через 10 минут. Номер четыре. МАЙКЛ СИНЕН МАЙКЛ МИНСУ СИЕГЕЙ ЧОНАРЫ ХИТСИМНИДА – позвонил МИНСУ. Итак, теперь давайте попробуем определить ответ, который неверный, который не соответствует тексту. Итак, номер один. МИНСУ находится в библиотеке. Да, она получатель сообщения МИНСУ, и как раз она писала, что она находится в библиотеке. Номер два. МАЙКЛ находится в библиотеке. К сожалению, это неправильно, потому что МАЙКЛ – это тот, кто звонил. Где он находится, мы не знаем. Номер три. МИНСУ перезвонит через 10 минут. Она на самом деле написала, что перезвонит через 10 минут. То есть это верное утверждение. И номер четыре. МАЙКЛ позвонил МИНСУ. Да, как раз МАЙКЛ позвонил МИНСУ. ЧОНГДАП. Получается неверное утверждение, а в нашем случае правильный ответ номер два. Давайте вместе переведем объявление. Итак, наверху написано ХИНБОК ЙОРИ КЁЩЕЛЬ. Урок «Счастливая кулинария». Идет заголовок. АЙВА ОММА. Ребенок и мама. АППА ГАХАМКЕ. И ПАПА ВМЕСТЕ. БАСИНЫ НУМСИГЭЛ МАНДЫРАЙО. Сделают вкусное блюдо или сделайте вместе вкусное блюдо. ИЛЬЩИ. ВРЕМЯ. МЕЧУ. ТОЙОИЛ. ЕЛЬЩИ. КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ. СУБОТУ. В ДЕСЯТЬ. ЧАНГСО. Это будет место. ХЕНБОК ЙОРИ ХАК ВОН. АКАДЕМИЯ. Счастливая кулинария. И дальше в скобках идет номер телефона. Затем. ЙОРИ. БЛЮДА. БУЛЬГОГИ. Корейское блюдо. БУЛЬГОГИ. ЧАМГАБИ. СТОИМОСТЬ. АИ. ДЕТЯМ. ПАЛЧАНОН. Восемь тысяч вон. ОРЕН. ВЗРОСЛЫМ. МАНОН. Десять тысяч вон. Внизу также написано. КОПИВА. ЧУСЫРЫТ. РЕМНИ. Мы даем кофе и сок. Или напитки. Теперь давайте посмотрим на четыре предложенных ответа. Для начала переведем на русский язык. ОММАНЭН. МАНОНЭЛЬ НЕМНИДА. МАМЫ ПЛАТЯТ ДЕСЯТЬ тысяч вон. Номер два. КОПИВА. ЧУСЫДУ. КАЧИ МАНДЫМНИДА. Кофе и напитки вместе нужно делать. Номер три. ЙОРИ. КОСИРЫН. ТОЙОЛ МАДАЙСЫМНИДА. Кулинарные уроки проходят каждую субботу. И номер четыре. ФУМАГУ. АИГА. Родители и дети. БУЛЬГОГИ РЕЛЬ МАДЫМНИДА. ГОТОВИТ БУЛЬГОГИ. Прежде чем найти неправильный или в нашем случае правильный ответ, давайте сначала посмотрим на лексику. И так. МЕЙ ЧУИ. МЕЙ ЧУИ переводится как КАЖДУЮ неделю. Можно добавить ДНИДЕЛЬ, допустим. МЕЙ ЧУ Carlisle вода а钓 в понедельник. МАДА означает КАЖДЫЙ. КАЖДУЮ. ТО Е РЕЛЬ МАДА XP ТОВИТА Ricardoин. И так. МЕЙ ЧУ переводится как КАЖДУЮ неделю в понедельник. А ВО РЕЛЬ МАДАarna будет как КАЖДЫЙ понедельник. Теперь давайте посмотрим, какое из четырех данных неверное утверждение. Итак, номер один. Мамы платят 10 тысяч вон. В объявлении было написано взрослым 10 тысяч вон. То есть получается это верное утверждение. Номер два. Кофе и напитки вместе нужно делать. Но в объявлении было написано предлагаем, что означает бесплатно кофе и напитки. То есть это утверждение неверное. Но давайте посмотрим на остальные. Номер три. Кулинарные уроки проходят каждую субботу. Да, в объявлении было написано время каждую неделю в субботу в 10. И номер четыре. Родители и дети готовят бульгоги. Ребенок, мама, папа вместе готовят. То есть получается родители и дети готовят бульгоги. Это тоже верное утверждение. Тьонгдап. Получается в нашем случае правильный ответ номер два. Сегодня на лекции аудирования мы с вами научились определять тему коротких текстов по ключевым словам. Также мы с вами прошли лексику, которая может указать на тему текста. Заметили ли вы, что это часто бывают имена существителей? Сегодня на лекции чтения мы переводили небольшие тексты. При переводе обязательно нужно обратить внимание на все слова и грамматику, чтобы определить нужный нам ответ. Также мы научились с вами обращать внимание на похожий смысл слов в задании и ответах. Например, «пумуним» — это будет «омма аппа» или может также быть «орен» — «взрослый». Как и на первой лекции, сегодня мы немного попробовали с вами переводить дословно с корейского на русский язык, а затем уже составлять правильно предложения на русском языке. Еще раз хотелось бы напомнить о том, что дословный перевод вам может помочь в будущем, чтобы быстрее понять смысл предложений. Также еще раз напоминаю о том, что отличие корейского языка от русского в том, что в корейском языке часто в предложении не используются местоимения. Также некоторые слова можно убрать из предложения, тогда как в русском языке такое упрощение может привести к непониманию. Поэтому при переводе постарайтесь уловить точный смысл предложения, обращая внимание на время и грамматические окончания. Спасибо всем большое! Удачи на экзамене! Удачи! Удачи!